Под прицелом ГАИ сегодня дороги рядом с торговыми точками и развлекательными заведениями. Например, сейчас мы в районе улицы Толстого. Обычно в праздничные дни именно в таких местах больше всего нарушителей. Наряды дежурят по всей Беларуси. Причём точки их расположения постоянно меняются. Объехать такой патруль, свернуть и скрыться – шансы невелики. Не спасёт и третья полоса. У специалистов глаз намётан. Нарушителей видят ещё далеко на подъезде. Рейд только начался, а в сети ГАИ уже попали первые недобросовестные водители. Техосмотры прошли? Нет. Чего так нужно проходить? Нет. Это же ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Нарушения в основном несерьёзные. Пренебрегают, к примеру, ремнями безопасности. В таких случаях инспекторы ограничиваются устными замечаниями. У вас такси? Яндекс, нет? Точно? Признавайтесь? Да не, ну. Пассажир должен быть пристёгнут у вас? Нет, не позднее. Павел Николаевич. Да. Пассажир должен быть пристёгнут у нас в салоне автомобиля во время движения. Рейды, как правило, проходят ночью. Но водителям не стоит расслабляться и днём. В эти дни ГАИ будет проводить внезапные точечные проверки. У нас запланировано не менее шести точек. Выбирать будем в зависимости от времени и интенсивности движения. В ночную пору становятся актуальными такие нарушения, как движение транспортных средств без разрешения на допуск участия в дорожном движении. То есть наши старые, добрые, любимые техосмотры решают передвигаться именно ночью. Помимо этого, будем уделять особое внимание всё-таки водителям, которые пытаются управлять автомобилями, не имея на то специального права. К слову, внимание уделяют не только водителям. В поле зрения ГАИ также пешеходы и велосипедисты, действия которых могут стать угрозой безопасности на дороге. Продлится профилактическая акция до 11 марта. Я обычно на всех инструктажах своему личному составу всегда довожу, что учитывая интенсивность движения в городе Минске и учитывая количество населения, что можно сказать так, что если мы где-то ночь отработали и нетрезвый водитель экипажем не был задержан, то, скорее всего, экипаж где-то, наверное, упростил свою работу и где-то недосмотрел. Всё-таки, как бы не ужесточались меры со стороны госавтоинспекции, как бы не ужесточались наказания за данный вид административных правонарушений, к сожалению, такая проблема на дороге до сих пор имеет место быть. За любые поступки на дороге придётся нести ответственность. Правонарушителей ждёт лишение водительского удостоверения, внушительный штраф и даже конфискация транспортного средства. И это не самое страшное, что может случиться с нетрезвым или бесправным водителем.